В этом году Берлинале отмечает юбилей. Это 70-й фестиваль и, казалось бы, должен быть праздник-праздник. Но как бы не так. Сменилось руководство. Последние 18 лет директором фестиваля был Дитер Кослик, эксцентричный хер Кослик в неизменной шляпе. Но теперь ему на смену пришли сразу два босса. Карл Шатриан, киножурналист из Италии, и Мария Трисенбек. Она была главой Центра по продвижению немецкого кино German Films. И вот какова их позиция относительно 70-го Берлинале. Цитирую. Наш фестиваль отражает нынешнее состояние мира. Ну, а это значит, все плохо или почти все? Дальше. Руководство фестиваля пояснило, что большинство конкурсных фильмов – да. Про темные стороны жизни, про хаос и смятение. Я расскажу, как ты в свои 16 лет стала проституткой. Я? В 16? Я была девственной. Мы не пугаем публику, говорит руководство Берлинале. Мы открываем ей глаза. И вот, например, название нескольких конкурсных фильмов. «Соль слез», «Все покойники», «Плохие сказки», «Облученные», «Скрытая». Ну и, наконец, «Сибирь» – одна из самых ожидаемых премьер. Это фильм оскароносного режиссера Абеля Феррары. Главной роли – звезда Уильям Дефо. Кстати, фильм снимали не в Сибири, а в Италии и в Мексике. А Сибирь – просто такая метафора некой ссылки. Еще один конкурсный фильм со стопроцентно узнаваемыми артистами – это британская драма «Неизбранные дороги». У главного героя психическое расстройство, из-за которого он целиком во власти галлюцинации и пустых фантазий. Остальные 16 фильмов из основного конкурса – без звезд и без хэппи-энда. Собственно, в этом году на Берлинале звезд раз-два и обчелся. И коллекционерам автографов выбирать не приходится. Сейчас, в первое фестивальное утро, они ждут одного человека – председателя жюри Джереми Айронса. Сегодня есть три темы, которые особенно беспокоят меня и занимают наши умы. Сексуальное насилие, однополые браки и аборты. И этим утром, в первый день Берлинале, я хочу выразить свою позицию по этим вопросам раз и навсегда. Во-первых, я поддерживаю то, с каким рвением глобальное движение активисты всего мира борются за равноправие мужчин и женщин и пытаются защитить окружающих от разрушительных отношений, от унизительных домогательств, как дома, так и на рабочем месте. Во-вторых, я поддерживаю то, что однополые браки были узаконены в некоторых странах, и я надеюсь, что подобные законы будут распространяться дальше по всему миру. В-третьих, я поддерживаю права женщин на аборт, а также их право самостоятельно принимать такое решение. Во многих странах у людей нет никаких прав, и в итоге обычное, простое, понятное желание свободно и самостоятельно выбирать свою жизнь приводит к тюрьме или даже к смерти. В этом году на Берлинале я с нетерпением жду фильмов, которые заставят нас с вами пересмотреть устоявшиеся предрассудки, предубеждения и стереотипы, распространенные по всему миру. И в контексте того, что сказал председатель жюри Джереми Айренс на пресс-конференции, уже очевидно, что одним из больших событий на Берлинале будет специальный показ документального фильма «Добро пожаловать в Чечню». Этот фильм снимал американский режиссер Дэвид Франц и российский оператор Аскольд Куров. Фильм о чеченских геях. И все-таки, будет ли хэппи-энд на Берлинале? Да, будут две сказки. Первая сказка – Пиноккио. И еще одна сказка – мультфильм студии Pixar под названием «Вперед!» про братьев-эльфов. И как сказал новый худрук Берлинале, киножурналист Карл Шатариан, да, 70-й фестиваль – про нынешнее состояние мира. Но все-таки нам всем остро нужно волшебство. Кто ж поспорит? Не можете жить без новостей? Мы тоже. Давайте узнавать их вместе. Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова